СССР тесно сотрудничал с государствами соцлагеря и охотно покупал у них технику. Одним из таких достаточно редких и необычных грузовиков, родом из Чехословакии, был Прага V3S. И вполне возможно, что вы встречали его на наших дорогах. Чем же выделялся этот импортный грузовик? В первую очередь, это, конечно, дизайн. Кабина сразу приковывала к себе взгляд за счет какого-то несоразмерного маленького по советским меркам капота. Сам автомобиль большой, а двигатель, судя по капоту, у него очень скромный. Также взгляд сразу отмечает небольшие двери кабины, которые непривычно открываются в обратную сторону. Если заглянуть внутрь кабины, то понимаешь, куда девался двигатель. Вот он, горб капота, разместившийся между двух сидений. Через него, собственно, и осуществляется доступ к двигателю для ремонта и обслуживания. То, что мы видим снаружи, это имитация капота. Ее назначение – облегчение работы с навесными агрегатами, которые можно при необходимости цеплять грузовику. Кстати, сам мотор Праги очень примечателен. Это располовиненный 12-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением от легендарного грузовика «Татра». Данный агрегат многим шоферам хорошо знаком. Интересно также устройство рамы. Продольные лонжероны соединены с заклепками с семью поперечными. За счет этого конструкция может выдерживать серьезные нагрузки и выдерживать деформацию, не теряя надежности. Трансмиссия механическая, четырехступенчатая. Кроме этого, есть еще раздаточная коробка с понижающей передачей. Грузовик полноприводный. Передний мост при желании можно отключать. Также можно блокировать колеса задних мостов. Те, кому довелось порулить Прагой, утверждают, что это настоящий вездеход, который вполне может конкурировать с нашим КРАЗом. Если помните, такой грузовик или, может, даже успели на нем поработать, делитесь впечатлениями в комментариях.